Теперь мужчина. Мужчина с детства, мальчик должен учиться побеждать. Для этого нужна лучше всего спортивная секция, потому что у мужчины его активность, его активная жизненная позиция, то есть мы про энергию разобрались уже, да, все, вам надо совершать рассказы, все, мы сейчас про это забыли, мы сейчас говорим о том, как вот некие, энергию секса в них пробивается и включает спортивный. Некоторые говорят, вот ты делаешь что-то, то-то, и у тебя получается, а я делаю то-то, то-то, мне не получается. Это все зависит от силы, влияния на людей, вот насколько вот эта связь с людьми пробивает, как бы эти ники очищает. И для мужчины это способность побеждать. Вот молодой мальчик, он чего хочет? Чтоб у него все получалось, то, что он делает. Вот девочке маленькой, что надо? Вот она смотрит, ходит на всех маленьких девочек. Как к ней она хочет, чтоб к ней относились? Она хочет, чтоб все считали ее хорошей, что она хорошая. Вот самое ужасное для девочки или женщины, что ее считают плохой. Она хорошая всегда. Она не согласна быть плохой никогда. Маленький мальчик, его мама спрашивает, ты хороший мальчик? Он говорит, нет, я плохой. Ему кофе. Так ли, заметили? Его спрашиваешь, ты хороший мальчик вообще? Он? Нет. И у него нормально это. То есть маленькому мальчику надо быть хорошим или нет? Не обязательно. Ему надо быть сильным. Ему надо, чтоб он смог достичь своей цели. Вот это, как говорят, для мужчины, для мальчика главное это. Успеет для мужчины в жизни способность достигать своей цели. И это начинается с детства. Мужчина не должен быть побежден. Ему нужно всегда побеждать. Начинать надо с маленьких вещей. Взять какое-то дело, сделать до конца. Допустим, решил что-то сделать, делай до конца. Что-то пообещал, выполни обещание. Так мужчина крепнет, он становится мужчиной. Ему надо всегда достигать своей цели. Если он не достиг, то он ломается. У него включается механизм саморазрушения. Вот, допустим, вы идете на работу, допустим, у вас важное какое-то событие, решение должно произойти. И вы, допустим, там по дороге, что-то так пошло не так, вы не достигли своей цели, и вы раз. Это не будет приятный фактор. Вы на работу придете, и там вы не будете эффективно уже выглядеть, у вас уже как что-то пошло не так. И надо поэтому, чтоб что-то пошло так. Надо где-то достигнуть своей цели, чтобы у вас вот этот боевой дух стал сильнее, чем чувство поражения. Поэтому для мальчика, допустим, с детства важно, чтобы были спортивные секции, чтобы он тренировался, побеждал, преодолевал трудности. Вот мужчине это нужно. Конечно, иногда бывают шахматы, это более интеллектуальный способ достигать цели. Бывают просто физически. Но физически мужчине лучше развиваться, потому что у женщин развитие идет через гормональные функции или через чувство красоты, прекрасного и влияния на людей. А у мужчин сила передается через нервную систему. Нервную систему означает физическое действие. Поэтому, когда мужчина физически тренируется, он становится крепким, выносливым. А женщина крепкая, когда она искусством занимается, там, поет, танцует, вот у нее как-то крепкая психика. Она через эмоции крепнет, а мужчина через силу, через волю. Мы говорим с вами о социальном успехе. И мы сначала сказали, что сначала человек должен быть внутри наполненным. Если он пустой, никакого успеха не будет. Потом эту наполненность надо в гнике послать, в связи с людьми. И для этого нужно иметь внутреннюю уверенность определенную. Некоторые эту уверенность делают с помощью каких-то внешних способов. Например, некоторые тренера показывают, как мужчина должен себя вести, как он говорит, как женщина должна уверенно верить в себя. Они говорят, верить в себя. Это чушь собачья. Что значит верить в себя? Это, ну вот, допустим, прицарьте себе, сейчас я это буду делать. Здравствуйте, дорогие друзья. Я рад вас всех видеть. Все нормально? Вам нравится? Да. Человек псих гуль. Ну неужели, что-то не поймешь, что его дуло нормально? Он себя показывает. Я не прекрасен, может быть, снаружи. Вот, душой красив наверняка. Вот. Это все понты. Что такое понты? Это рога. Олени. И что это значит кидать понты? Олени, когда вырастают рога, у них начинаются соревнования вот эти вот, ради самок. И они разбегаются, им надо сбросить рога, чтобы новые начали расти, иначе тяжело жить, понимаете? Они разбегаются и так рогами, ба-бам, друг в друга. И тот олень, у которого понты остались, он получает самку. А тот, который сбросил понты, ему стало легче жить. Вот это называется бросать понты. Но толку от этого никакого нет. Потому что пол понты кидаешь, понимаешь? У мужчины успех зависит от количества побед, которые он совершил в жизни. И неудача зависит от количества поражений, которые у него были. Поэтому для мужчины очень важно достигать того, что он делает сейчас. Не надо думать, что я следующее смогу сделать. Нет, делай прямо сейчас. То, что ты сейчас делаешь, достигни. Потому что это ощущение победы является той силой, которая внутри тебя потом очищает тебе связи с людьми и делает тебе удачу. Ты должен чувствовать, что у тебя получается. Мужчина должен так чувствовать. Что такое женская красота? Это любовь к людям. Когда женщина любит людей, она красивая. Что такое мужская красота? Это чувство победы. Вот девушка видит мужчину, у нее чувство победы есть, он красивый для нее. Если у нее нет чувства победы, он некрасивый. Допустим, он подходит и говорит... Пропала мобина и местом, сбежала мобина в чужие троя. Вам женщина нравится, нет? Ело нравится? Нет, не нравится, да? Некрасивый. У Ракина и то лучше, да? Так, на основу есть на этом знании. У меня один молодой человек жену вернул. У него жена загуляла. У него есть жена, ребенок. Он пришел ко мне, слушает лекции, говорит, Тарин Кеннадьевич, ну что мне делать? Она с моим другом загуляла. Что-то они смотрят, сведутся надо мной. Он говорит, что мне делать? Я говорю, ну... Ты встретил твое... Он говорит, я правильно понял вас? Я говорю, да. А он говорит, а она тогда будет кричать, что я жестокий, что я садист? Я говорю, ничего страшного. Это первое впечатление. Ну, он встретил их вдвоем и сделал ему точный массаж и танк. Лечебную процедуру, и потом тот лег отдыхать. Они с женой пошли домой. И жена начала кричать, ты садист, ты... Я тебя ненавижу, ты жестокий человек. Но потом она на свидание к тому не пошла. Потому что она вспомнила, как он лег отдыхать, не сопротивлялся ее мужу. Начала уважать мужа своего. Лично вам понятно, о чем я говорю или нет? Да. И все, так восстановилась семья. Она зауважала, я думаю, ну, сильно у меня открытый мужчина, который ради меня вот этот... Обломал рога оленей. Очень важно понять, как движется социальная сила у человека. Есть в целом... Есть семейная энергия, есть... Веловальная. У женщины основа жизни это семейная энергия. Ну, это можно понять по строению человека вообще. У нас три... Вот, согласно приема этим энергии, у нас три... Три психических канала основных движутся. От макушки до от кубчика первый, самый центральный канал называется Сушуна. По нему движется энергия вечности и желание жить. С правой стороны Ингала канал психический, который связан с энергией знания, а слева движется Ида канал, который связан с энергией любви. И... У женщины у нее в три раза сильнее вот этот канал связан с энергией любви движется, он в три раза сильнее, чем мужчины. А у мужчин в три раза сильнее... Вот центральный канал у них одинаковый мужчин и женщин. У женщины с правой стороны психический канал связан с энергией и знания или воли он слабее в три раза чем мужчин. Ну, то есть, если женщина, допустим, начинает себе ставить цели в жизни бизнес, работа, деньги, успех, то она в себе качает вот этот психический канал. У нее Ида Нади или канал этот связанный с женскими качествами становится слабым. В результате у нее она холодной становится, перестает интересуться людьми, у нее нет силы заботиться ни о ком, она пашет целыми днями. У нее появляется сильная раздражительность, усталость, ранимость, гормональные функции нарушаются, болезни мечные, например, начинаются и все прочее. Это результат того, что она пренепрекла своей женской природой и включилась чрезмерно в работу. Теперь сразу возникает вопрос, а женщины могут быть вообще успешными на работе или нет? Вот у нее если она сначала свою личную жизнь организовала и до Нади канал включила вот этот сильный, он у нее начал сильно работать, качать энергию, личные отношения у нее хорошо построились, семья есть, ну то есть у нее личная или просто даже с подружками она любит, людей хорошо любит, со всеми дружит, то она становится сильной как личность и тогда в деятельности она легко достигает всего, чтобы женщине быть успешной в деятельности ей не надо энергию воли качать в своем организме, потому что она достигает с помощью энергии любви вот представьте допустим женщина руководитель к ней приходит подчиненная она по-доброму и спросит как же так получилось Василий Петрович что вы прогуляли он говорит Майя Ивановна ну как бы бес попутал она ему говорит в следующий раз на вас угодим по-доброму а сейчас просто штраф с улыбкой подобранной он говорит ладно и пошел он боль испытал нет он ее уважает она напрягалась когда с ним разговаривает нет почему потому что женщина все вопросы с помощью энергии любви решает вот так если она развита ей не надо никого побеждать они так все побеждены ей все подчиняются потому что она женщина все ей не надо никого побеждать она и так сильна это материнская сила успех означает для женщины она может быть руководительницей и все будут прыгать на задний клад мужчине же надо быть твердым сильным надо доказать свою силу то есть мужчина сначала становится сильным потом женится женщина сначала женится потом становится сильным если женщина начинает в школе сначала думает об учебе потом дальше в институте потом у нее уже как бы открофируется способность улыбаться там заботиться о людях ей уже 30 лет и она решила что у меня квартира есть машина есть теперь надо замуж надо теперь переключить энергию в женскую сторону она уже не так сформирована и как если женщина у женщины вот этот канал психический включается пил пингала нади нади означает канал пингала значит мужской как как она себя в жизни чувствует вообще женщина она на работе начинает уставать перенапрягаться в ней всегда четыре стадия первая стадия интересна на работе вторая устаю третья стадия надоела четвертая ухожу циклом все она не может быть счастливой потому что она перенапрягается женщина для чего живет для наслаждения для счастья это женская энергия пахать женская энергия нужно она одной ногой пишет другой зачерпывает улыбается четыре часа идет радостно слушает целевается птически поедет как хорошо она очищает свой организм энергия воли может женской быть может быть мужской женская энергия воли она смотрит ну мужская энергия воли я тебе сказал ты че че шалван энергия воли взяла цены и говорит будешь стоять в дно она проказничает нет не будешь поставила пошла понятно это солнце длительное движение достигает женщина все идет красоту она становится скрольной когда длительное ходит мне взгляд такой сильный радостный становится я песню включал летящие поход и так женщина смотрите если в жизни уже замотались устали у вас нет сил вы не знаете где работать силы жизни нет не замужем все хреново это значит что у вас энергия идет не туда чем надо заниматься не искать новую работу а надо искать подружек надо начать заботиться о людях надо включать женскую энергию когда она включена является основой жизни когда женщина легко может всего допостигать жизнь если мужчина сидит дома ничего не делает у него в основном любовные романы вот он такой я андрей миссарус отключал послушали не поняли чего лет иначе издеваются потому что энергия идет не туда мужчина должна сначала воля включиться он должен побеждать судьбу а потом личная жизнь и это значит что первым делом самолеты ну а девушки а девушки потом это нормальный мужчина понимаете а не нормальный вот эти эмоции сопли разводят это значит что у него энергия по левому по левой стороне по женской идет у него чувственность очень развита в психике а воли нет значит он не успешный мужчина у него энергия идет не туда он любит дома готовить стирать убирать а жена любит у него работать будет убить потому что они меняются местами женщина где отдыхают дома или на работе на работе значит надо там опитать пришла поработала с удовольствием пошла там а дома работа там семья дети надо все сделать чтобы все хорошо было у женщины где совесть находится дома дома а у мужчины где совесть на работе женщина на работу пришла у нее там есть совесть нет а не получилось а дома у нее есть совесть не должно все получиться там она беспокоится мужчины дома есть совесть нет пришел расслаблен а на работе есть у нее совесть поэтому женщина на работе отдыхает мужчина отдыхает дома а вот мальчишкам дуракам только ложкой по губам все это понятно может мне это не 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 знаю девочкам мучение молчишкам дуракам только там по ногам да бокам это мальчики всегда плохие девочки всегда хорошие это нормально конечно они вас будут не понимать и вы все равно будете сами собой начинают манипулировать личной жизнью она становится наполненной ей на все ее хватает пытаются это понять у женщины фундамент это семья оттуда бьет ключ успеха у женщины у мужчины ключ успеха и льет в работе если он в работе не реализовался он нигде не реализуется он дома сидит там потолок плюет он всем противен его хочется пнуть просто так зал чтобы он шел делал кому-то помогал да женщина да а если мужчина как бы на работе нормально у него то он успешный любит труд когда непонятно изначально силу шли в работу да начинайте с подружек заботитесь обо всех всем помогайте желайте всем счастья включайте энергию личной жизни женскую энергию включайте и постепенно станьте успешной успешная женщина она достигает всего легко потому что она через любовь действует вот энергия любви когда у женщины реализована ей не надо париться на работе она легко если женщина начинает париться на работе значит она не по-женски себя ведет женщине надо париться на работе и там должно все легко быть потому что у ней много женской энергии женская энергия означает любовь к людям Это личная энергия, это отношение с мужем, с детьми, с людьми и вообще в целом. Но попытайтесь почувствовать ключ к успеху, люди. Мужская сила – это сила воли. Он как бы побеждает, должен учиться побеждать. Он не должен быть таким мужчиной. А женщина не должна пахать. Она толстная, радостная, легко работает. Вместе будет получаться. Непонятно? А? Мужчина начальника. Что? Мужчина начальника? Непонятно. Ой, а что вам это кажется? Улыбайтесь. Почему так плохо работаешь? А? Уволит? Кто уволит? Если вы это подобрены, то как он уволит? Он дурак что ли? Придурочного возьмешь что ли? Ну кто угрожает? Работает. Угу. И улыбается. А? Улыбается, не продумается. А что там работает, знаешь, на свой придурок? Ты по-доброму, а он будет. У женщины защита где? Дома. Вот, допустим, нет семьи. Женщина всегда ищет прибежища. Она начинает работать где-то, и она ищет прибежища в начальнике. Он это чувствует. Дает больше работы. Начинает эксплуатировать. Она устает. Начинает истерить. Ей плохо. А если у нее есть прибежище дома, она посмотрела, говорит, вы знаете, у меня маленький ребенок, я пошла. Он говорит, я тебя тогда уволю. Хорошо. Он думает, ну зачем я буду больной? Нормальный человек. Внимание, перебой. Все, с пониманием отнесся. Ее уже не трогают больше. Она поработала, пошла. А если как бы она верит в начальника, а не в семью, тогда это ее проблема. Не энергия никуда идет просто. Она безпереживает, как начальник подумает. Мы говорим об энергии любви, энергии воли. Ну давайте я вам по-простому без работы сейчас буду объяснять, женщины. Ну допустим, вы себя заставили встать с постели с утра и длительное движение делали. Вы себе это простите потом. Весь день будете вспоминать, зачем я себя насилую, зачем я послушал этого Олега Инатьевича. Не хочу я себя заставлять рано вставать. Не хочу. Я же женщина. Так или нет? Теперь вы звоните подружке. Говорит, моя хорошая, мы завтра с тобой прогуляемся, сходим, подышим воздухом. Она говорит, да. И вновь просыпают фильтром обе. Вставать неохота, но я обещала подружке. Говорит, для любви уже. Вот у меня жена, допустим, сама рано вставать не будет. А если надо мужу собрать поездку, то она вставит даже без гибели. Женщина для любви вставит. И приятно, хорошо, она потом не парится. А если она себя заставляет, она мучится. Точно так же на работе. Если она мотивирована отношениями всем, она все делает из любви и легко. Если надо себя заставлять, она с ума сходит. Объяснил вам, понятно теперь или нет? Если у нее много энергии любви, она со всеми отношениями построила, и там легко работать, потому что ей там нравится, там хороший коллектив, мне приятно, я там работаю, потому что мне там хорошо. Все. Если нам все заставляют, а жаль не заставляют, значит, ты не как женщина себя ведешь. У тебя нет женской энергии, ты не можешь сделать так, чтобы он к тебе хорошо относился, ко всем там относился хорошо, и все. Тебя никто не заставляет, ты поработал, пошла. Можешь поработать больше, если тебе все нравится. Что непонятно, если будете заставлять себя, как моральные функции начнут страдать. потом выкидыши дальше. Более, более, более месячные. Если женщина включает не энергию любви, а включает волю, то тогда у нее болезни месячные, выкидыши, и она психопаткой становится. Курить начинает потом. А ты такой голодный, какая ты такой человек? Кто такие песни поймет? Понятно, нет системы? Мы говорим с вами об энергиях, подключении, об успехе. Я говорил о том, как ниточки чем наполняются. Женщин любовью ниточки наполняются, и она успешной становится. У мужчины наполняются силой. Как силы добиваться? Мужчина должен побеждать, побеждать, побеждать себя. И он не должен давать себе чувство, что я слабый. Не надо быть слабым мужчине, нельзя быть слабым. Надо всегда побеждать, преодолевать себя, достигать своей цели. И тогда мужчина чувствует себя успешным. Как мужчина успешно себя чувствует? Как у него, какие ощущения? Понятно, нет? Мы говорим сейчас, мы пытаемся успех нащупать. Если мужчина все ценевается, все боится, то только я не знаю, я не знаю. Может, дамы нет. Значит, он не проработан как мужчина. Как у меня был прапорчик в этом вармии. Беларусь такой, у него кулаки были примерно такие же, как голова. Я на него смотрел на меня, убью это как два раза. Первый раз в лоб, второй по треске гроба. Ну что, я на сравнении есть? Мужчина, религиозный. Ну, это грубо. Ну, примерно так. Не надо бояться ничего, прихоревать. Тогда мужчина сильно позиционирует. Теперь развитие человека. Развитие человека зависит от его ощущения, что такое счастье. Вот у мужчины счастье в деятельности всегда, а у женщины в личной жизни, в отношении к счастью. Даже на работе все равно в отношении. Она, я спрашиваю, допустим, тебе нравится работа, она говорит, мне не нравится, а мне нет отношений. У женщины в отношении к счастью, у мужчины в деятельности. Но успешный человек означает развитие. И существует, у человека существуют разные уровни восприятия счастья. Первый уровень восприятия счастья называется чувственный. Вообще до этого уровня человек неуспешный. Кто такой неуспешный человек? Это значит, что он просто не чувствует счастья. Вот, допустим, если мужчина не может взять в спортзале позаниматься, потренироваться, в игре какой-то спортивной, победить он не может. Это значит, что он просто не чувствует счастья, потому что у мужчины счастье в победе находится. Вот, допустим, если он цветочки как бы собрал на поле, вот так. Значит, у него что-то не то. Мужчина счастье в победе чувствует. Ему надо это победить. Я говорю, я говорю, никого не обижаю на этой стороне реки, а отец меня никого не обижает, а другой. И словно, говорит, по голове стукнули, говорит, зачем он так сделал? Он говорит, мне прямо по голове, говорит, весло, зачем он так сделал? Я говорю, крошка, зачем ты так сделал? Представляете, сила какая? Он по башке веслом, он такой, ой, зачем ты так сделал? Я не любил. Он смотрел, он не слышит меня, но я его ударил. Мужская сила очень, много сил у мужчины, сильно, как лично, и поддается влиянию, воля очень большая. Храбрость, сила духа, мужская природа.